Болтком Сильвы, бле, дорогие гости, сильвы, бле Мировые премьеры Я пойму Блокбастеры Голливуда Вот чёрт вас здесь подрайд, здравствуйте Все тайны и секреты кинозвёзд Его дел, это наша Билеты на лучшие фильмы Но за искусство Программа «Синема» Поехали Всем привет, здравствуйте Всех приветствуем любителей кино Олег Пек в студии И со мной на прямой связи Александр Дубаневич Представитель «Акмофилм» Доброе утро, добрый день Доброе утро Мы показываем фильмы в кинотеатрах Если кто не знает Да, и мы сегодня поговорим с Александром По поводу картин Которые «Акмофилм» уже показывала В этом году Что собираются показывать И вообще, может быть, начнём с того Каким вот начался этот год Вроде бы, ну, достаточно сложно было ещё Начало года Но вот с апреля уже отменены все Ограничения ковидные Насколько это, ну, даёт возможность Оптимистично взглянуть в будущее Потому что я просто напомню нашим слушателям Когда мы с Александром встречались Прошлые, ну, вот прошлые наши какие-то беседы Обычно мы говорили скорее Об отменённых проектах Вот, к сожалению, приходится это перенести Это отменить Ну, как бы такая была минорная Всё время грустная Какая-то вот нотка в этом Что сейчас вообще С каким настроением Прокатная вот компания Смотрит в будущее Ой, ну, я бы сказал, что Наверное, можно выразить Осторожный оптимизм Я бы так сказал Первое, наверное, самое главное Что кино Большое кино Живо Не собирается умирать Хотя, конечно, последние два года Ну, были достаточно катастрофичными Для индустрии в целом Но Вот именно говоря Об этом В 22-м годе Мы увидели, что Большие проекты Всё ещё интересуют зрителей И он готов вернуться В кинотеатры Как только Что-то Появляется Достойное Скажем так Внимание Причём Это было ещё до 1 апреля Там, когда отменили Все ковидные ограничения Кинотеатры Если помните Кинотеатры вернулись В октябре Потом был Небольшой Перерыв Локдаун Месячный В ноябре, по-моему Так И потом, в общем Кинотеатры Ну, как бы Работали В таком Зелёном режиме Да То есть С какими-то Ограничениями И даже В тот период Например Вот Фильм, который мы Прокатывали Человек-паук Нет пути домой Он показал Отличные результаты В принципе Стал самым Самым Кассовым фильмом Серии Марвел В Латвии Обогнав То есть Он опередил Даже Даже при Дюна Это еще один проект Из таких больших Это еще Причем это Проекты Которые Начинались еще Во времена Всех ограничений То есть Которые Показывали кинотеатры Когда еще были Ограничения Так что Я думаю Что Что Потенциал Есть И Ну в целом Даже Например Если говорить О Латвии То О нашем Латвийском Прокате То Вот как Только с 1 апреля Снялись все Ограничения Для кинотеатров Мы вышли По показателям На уровень 19-го года Предковидного Ну то есть Можно сказать Что индустрия Оживает Вопрос Конечно Другой В контенте В том Что показывать В кинотеатрах Потому что Ковид конечно Очень сильно Ну Подорвал процесс Съемок И Многие проекты Отложились Или там Ну Долго Очень Снимались Долго Очень Находились В производстве Например Если брать Статистику Скажем Американского Проката То Как бы Лето считается Таким Ну Ударным Просто Временем Для блокбастеров И Например Если мне не изменяет память В 19-м году Последнем Предковидном Летом вышло Что-то около 50 блокбастеров В этом году Этим летом Выйдет Всего лишь 29 По-моему То есть То есть Где-то В районе 60% Такого Обычного Количества Летних Блокбастеров Которые Голливуд Продюсирует И поставляет В кинотеатры Но это Вот как раз Связано С перерывами В цепочках Производства Так сказать И распространение Фильмов Вызванных Именно ковидом Но мне кажется Что тут еще Могли сыграть роль И то Что стриминговые Сервисы Стали Очень сильно Активно Наступать И к Нетфликсу Присоединились И Disney Plus И Apple TV Plus HBO Max То есть Ну В принципе Людей Они стали Как раз Снимать Ну То есть Обычно Всегда привыкали Что на малом Экране Это в основном Какие-то Ну Такие Но не очень Бюджетные Драматические Фильмы А тут Они как раз Начали отбирать У кинотеатров Блокбастеры То есть Те же самые Там Красное Уведомление Ну В принципе Классический Такой блокбастер С огромным Бюджетом Со звездами То есть Тут Может быть И это Сыграло роль Я бы Наверное Не согласился Полностью С этим утверждением Конечно Проблема Стриминга Ну Проблема В том плане Что Стриминг Отнимает Часть аудитории У зрителя Она конечно Есть Но она была На самом деле И до ковида Еще Ну Я бы Например Не сказал Что Тот контент Который Могут Стриминги Сами снимать И сами Представляет Он может Конкурировать По По Качеству Все таки С С Большими Премьерами На большом экране Я абсолютно согласен То же самое Красное уведомление Как раз и ругали Говорили о том Что денег вбухано много Звезды есть И вот Что-то не то То есть Ты смотришь И как будто бы И кажется Что все сделано По этим Лекалам Блокбастера А тем не менее Остается чувство Разочарования Ну это именно потому Что уровень Еще не подтянулся Но это на мой взгляд Я как представитель Индустрии Не буду там Никого критиковать Но на мой взгляд Зрителя Да Мне тоже так кажется Но на самом деле Тут еще Очень большую роль Играет Отношение студий К стримингу Скажем так То есть Очень И причем У каждой студии У больших студий Голливудских Их Ну там Шесть по-моему Да У них У каждой студии Своё отношение К стримингу Да Конечно У них у всех Есть Свои Стриминговые Сервисы Но это Вовсе Не означает Что все Фильмы Которые Они Снимают Они Снимают Исключительно Для стриминга Но такого Нет Был этот Знаменитый Договор 21-го года Например Со студией Warner Brothers И HBO Max Когда Премьеры В 21-м году В таком Еще активно Ковидном Скажем так Выпускались Одновременно В кинотеатрах И На Соответственно Ну премиум Стриминги То есть ты Платишь Какую-то сумму Денег Чтобы посмотреть Этот фильм Не абонирование А ну как Покупаешь билет Короче говоря Для стриминга И это Конечно Подорвало И вызвало Ну подорвало Кинопрокат Потому что Соответственно К сожалению Нельзя сбрасывать За счетов И пиратство То есть если Ну если Грубо говоря Если фильм Появляется На стриминге То он Практически В тот же день Уже и в торрентах И где угодно Соответственно Кинопрокат Это подрывает Очень сильно Подрывало И уже В 22-м году Например У них Такой практики Нет Там скажем Ну Компания Sony Которую мы Тоже представляем Они Даже в Ковидные Времена У них Был очень Такой Ну Такой Очень Правильная Что ли Установка Что они Сказали Что нет Мы снимаем Фильмы Исключительно Ну такие Большие Фильмы Исключительно Для Большого Экрана При этом Конечно Какие-то Проекты Которые Они не Считают Возможно Такими Кассами Были Отданы Стриминги Netflix У них Есть Контракты С Netflix То же Самое Disney Он Например Ну Не Не Делает Не 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 Отдает Свои Фильмы Только Disney Plus На Стриминг Собственный И тем Более Это касается Латвии Где Нет Этого Стримингового Канала Нет HBO Max Скоро Будет Но нет Каналов Нет там Paramount, там, собственный, там, ну и прочее, много стриминга недоступно у нас в стране, поэтому, конечно, в этом плане я все-таки думаю, что мы в более таком выгодном положении относительно, скажем, театрального проката. Плюс, конечно, еще нужно понимать по жанрам, например, сколько-то там, по-моему, до 50% того, что выпускается в кинотеатр, что приносит деньги в кинопрокаты, это, конечно, фильмы про супергероев, Марвел и все прочее, но, например, меньше, конечно, люди идут в кино на какие-то ром-комы, там, скажем, этот процент упал очень сильно за ковидное время, поэтому, скажем, когда студия думает, какие бы проекты, там, выпустить в кинотеатральный прокат или отдать стримингу, ну, конечно, в первую очередь даются вот такие проекты, которые, ну, скажем так, не совсем обязательно кому-то смотреть на большом экране, да. Очень упала посещаемость, например, жанра, семейного жанра кино во время ковида, естественно, потому что, ну, люди опасаются ковида и, естественно, не шли семьями целыми, там, в кинотеатры, например, да. Вот лично, например, от молодежи, ну, от более молодой аудитории такой, скажем, которая, может быть, ну, не так сильно боялась, не так сильно воспринимала вот эти угрозы, да, скажем, и шла в кинотеатр на... ну, вот поэтому я и говорю, что вот фильмы о супергероях, где основная аудитория, там, молодые люди, скажем, они вот держатся в прокате, а вот такое семейное кино, оно немножко подупало за время ковида, но, опять же, если мы посмотрим сейчас, «Соник 2» стартовал фильм. Да, и на первом месте, я смотрю, «Плохие парни», тоже мультфильм семейный такой фильм. Да, да, очень, да, то есть возвращая, ну, как я говорю, что рынок немножко оправился от ковида, и в том числе оправляются жанры, которые за время ковида очень сильно пострадали, это анимации детские, фильмы, опять же, я говорю, ром-комы там, вот так вот. Ну, и я хочу сказать, что, кстати, сейчас стриминги начинают испытывать достаточно такое тяжелые времена, то есть, конечно, вот HBO Max, по-моему, прибавил незначительно, но Netflix начал терять подписчиков, и, в принципе, это объясняет тем, что после окончания пандемии, ну, во всяком случае, вот сейчас на каком-то этапе, активность, ну, вот люди хотят идти в кинотеатры, то есть, в принципе, они понимают, что кинотеатры открылись, это снова можно собираться компанией, ну, и вот мне кажется, что ведь это какой-то вот совместный просмотр, это компания, это возможность, кроме того, что ты сел, ты можешь что-то приобрести, какие-то вкусные вещи, там, попкорн, газировку, там, какие-то конфеты жевательные, там, бог знает что-то еще, и это возможность вот совместного просмотра, это и весь зал смотрит, и плюс ко всему ты смотришь в своей компании, и опять-таки обсуждаешь, то есть, это общая тема для разговоров, для каких-то понравилось-не понравилось, споров, там, это все то, что давал... Да, Олег, ты вот очень затронул, на самом деле, очень интересную тему, что кино именно сейчас, в данный момент, это больше такое, ну, скажем, как вот пойти куда-то, да, это выйти из дома, то есть, мы, как кинотеатральный прокат, больше ощущаем соперничество со стороны, там, скажем, баров, ресторанов, чем со стороны стриминга, потому что это немножко другое все-таки, это такой ивент, такое событие, ты идешь, ты с друзьями, там, да, покупаешь попкорн, там, обсуждаешь, ты просто вышел из дома, да, ну, ты можешь сидеть там в телеке и смотреть стриминг, конечно, но тебе хочется просто сменить обстановку, выйти из дома, да, и опять же, мы возвращаемся к контенту, то есть, к содержанию того, что показывают в кинотеатрах. Например, когда выходили только из вот этого ковидного периода, вот в начале этого года, в конце прошлого, да, скажем, стоял очень, ну, такое, получалось уловка 22, то есть, как бы, студии не давали контент кинотеатрам, потому что зрителей было мало, а зрители не шли в кинотеатр, потому что не было контента. И в этом случае, естественно, получалась такая опатовая ситуация, вроде как никто не виноват, все хотят, чтобы что-то вернулось назад, но никто не знает, что точно делать. И в этом случае кинотеатры начали адаптироваться к новым условиям. То есть, например, сейчас кинотеатр – это не только кино, это не только блокбастеры, хотя это основная часть заработка, конечно же, кинотеатров, но это и ивенты какие-то, например, спортивные, например, оперы, например, концерты. Вот эта BTS группа, K-pop группа корейская, например, это, ну, это просто уму непостижимо. Даже для нашего прокатает пару там, вот они снимают свой музыкальный фильм, ну, грубо говоря, концерт просто, и показывают. И вот TikTok-аудитория, она просто, ну, стоит, выстраивается в очереди, чтобы посмотреть на своих кумиров. Да, и, соответственно, таким образом адаптируясь, там, показывая какой-то новый контент, расширяя свои границы, кинотеатральный прокат зазывает назад публику, и, соответственно, студии видят, что народ идет в кино, и, соответственно, ну, поставляет свой контент. То есть, таким образом происходит вот возвращение назад, возвращение, так сказать, ну, к нормальному существованию кинотеатра. Я просто хочу сказать, что это, да, это спортивные события, это опера, в частности, вот, ну, у нас и «Метрополит» очень много идет, это спектакли. Вот в последнее время я вижу, что многие там кинотеатры начинают показывать прямые трансляции с Бродвее, там, из Лондона спектакли. И если мы говорим про, действительно, фильмы-концерты, то по большому счету, вот, положа руку на сердце, вот, если посещаешь концерт, огромный стадионный концерт современной группы, то там же тоже ты смотришь в основном уже не на сцену, а на экраны, и разницы практически нет. Вот посещение в кинотеатре, где тот же звук, большой экран, ты видишь все детали, что происходит на сцене, и у тебя, ну, компания друзей, таких же фанатов, с которыми ты пришел на этот концерт, то есть, что ты в кинотеатре, что ты на стадионе, примерно, абсолютно, впечатления будут одинаковые. Ну, плюс, опять же, кинотеатр безопаснее, даже вот с ковидной точки зрения. Многие исследования показывают, люди сидят в одном направлении, они не обнимаются, скажем так, то есть, гораздо меньше, плюс это проветриваемые помещения, это происходит санитарная обработка все время, то есть, в каком-то смысле, в наше время, да, сходить на... Например, если кто-то очень сильно переживает о ковиде, который, ну, наверное, еще никуда еще не делся, скажем так, да, то, да, сходить сейчас на концерт, рок-концерт, и сходить в кинотеатр, ну, я думаю, что в кинотеатр гораздо безопаснее, даже со всеми отмененными ограничениями. Ну да. И еще вот одна действительно вот любопытная деталь, я когда смотрел на... смотрел просто что, ну, бокс-офис недели в разных странах, и я обратил внимание, что, конечно, вот, например, то, что Россия сейчас бойкотируется, ну, крупнейшими студиями, ну, по вполне понятным там всем известным причинам, неожиданно это привело действительно к тому, что кинотеатры стоят пустые, и вот падение, ну, то есть становится сейчас видно и понятно, насколько, какую роль все-таки играют для современного кинопроката вот эти фильмы, блокбастеры больших голливудских студий. И, ну, вот то, что сейчас выходит и в Америке, достаточно активно большие фильмы, такие как «Фантастические твари», там уже третья часть, и фильм «Варяг», и эти картины тоже так, ну, вот, пользуются популярностью. И, кстати, вот очень интересно то, что у нас можно, ну, есть возможности посмотреть старое кино, вот «Кинокулц» показывает там и «Хоббиты», и «Братство кольца», и «Криминальное чтиво», то есть это такие очень интересные, ну, точечные ивенты, но это возможность увидеть фильмы, может быть, которые ты не видел на большом экране. Да-да-да, ну, вот, как я и говорил, это одна из возможностей расширения контента как такового в кинотеатрах. То есть такое? Именно наряду с концертами, выставками, да, это практика, ну, не только в России, там, по понятным причинам. Они показывают сейчас, например, советскую классику, очень много там, ну, и российскую, раннероссийскую, там «Брат», и такие фильмы все, да. Ну, понятно, что им просто нечего показывать, у нас немножко другая ситуация, да. Но есть очень большой спрос, и я сам, ну, там, например, какие-то фильмы действительно за имением другого контента, я ходил там все время на «Интерстеллар», например, там, какие-то большие, на «Гравитацию», там. Ну, очень такие фильмы, которые еще раз хочется, даже если у тебя есть там самый навороченный домашний театр, все равно хочется пойти посмотреть еще раз в кино на большом экране с отличным звуком. Ну, и вот, может быть, несколько слов хотя бы о том, что ожидается в ближайшее время, вот какие планы, какие картины в планах, вот, Акме-фильм. Да, я просто, ну, как, вот, с чего мы начали разговор, что, конечно, этот год не будет, вот сейчас вот именно не будет столь богатым на всякого рода большие премьеры, ну, особенно у нас, например, я о своих, о наших коллегах, ну, не могу говорить, по понятным причинам, какие у них премьеры летние. И, ну, скажем, весна – это вообще такое время предблокбастерное, да, и поэтому, наверное, есть смысл больше говорить не о каких-то больших картинах, а, скорее так, об интересных картинах. И, например, что касается нас, то у нас вот буквально 13 мая выходит фильм с Колином Фёртом, операция, ну, по-английски он «Минсмит», это что-то вроде фарша, но я смотрел те, кто в кулинарии разбирается, фарш и «Минсмит» – это две разные вещи всё-таки. Это тоже какое-то молотое мясо, ну, в общем, мы начали обсуждать кулинарные какие-то особенности, но на самом деле операция… Пока ещё нет локализованного названия, да, пока? Нет, оно есть, операция «Минсмит», то есть нам не разрешили переводить его ни на русский, ни на латышский, а, соответственно, как фарш, потому что для них это не фарш. Вот, это есть различия, поэтому так долго об этом говорю. На самом деле к кулинарии этот фильм никого отношения не имеет, это фильм о Второй мировой войне, скажем так, об одной из самых успешных операций по одурачиванию Гитлера, да, во время высадки союзных войск, снят по книге, есть такой англоязычный, не помню, английский или американский писатель, Бен Макентайр, который очень хорошо пишет на исторические темы, кому интересно, можно посмотреть именно про шпионов, про какие-то секретные операции. И вот этот фильм, он как раз рассказывает об одной из таких операций, там собран очень хороший актёрский состав, возглавляет его, соответственно, Колин Фёрд. Вот, это я бы рекомендовал. Плюс у нас где-то 18 или 17 мая, выходит он в прокат 13, но 17 или 18 мая у нас будет специальный сеанс с историком, который немножко введёт в курс дела, скажем так, как если кто-то интересуется историческими такими событиями, историческими, особенно связанные там с шпионской деятельностью, что-то такое интересное, то я бы порекомендовал сходить и посмотреть это кино. И такой спецсеанс тоже достаточно редкий случай, когда выступают ещё с лекцией, можно сказать, такой небольшой перетей. Ну, можно сказать, ну, не то, что лекция, а ввод, что ли, ну, да, перед фильмом как бы вести, если кто-то не знает, что это такое, о чём речь вообще, то есть интересно послушать такую вводную часть, а потом посмотреть фильм. Очень хорошее британское кино, не сказать, что блокбастер какой-то, но очень хороший фильм, я думаю. Ну, для более, скажем так, возрастной аудитории, но для тех, кто, например, хочет, кого интересует история, например, военная или там связанная с, точнее, с какими-то секретными операциями, да. Ну, если говорить о таких, скажем, более больших проектах, то тогда, конечно, нам уже нужно двигаться в сторону лета и в сторону даже, я бы сказал, июля, когда выходит эпос, новый эпос, новый красочный фильм База Лурмана «Элвис». Это, соответственно, База Лурман, это тот, кто, режиссёр, который снял «Мулен Руш», «Ромео и Джульетта», то есть человек, который умеет делать очень красочный спектакль, или это просто кино для просмотра на большом экране абсолютно. Он же и в прошлом театральный режиссёр, очень много работавший в опере, и, в принципе, ну, он совмещает, как-то скрещивает очень умело эти жанры и делает так, что это интересно и зрелищно и с большим художественным вкусом всегда. Да, 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 поэтому я думаю, ну, «Теллер» уже в сети, можно посмотреть это, обещает быть грандиозным. И там, по-моему, уже полковника Паркера играет Том Хэнс, если я не ошибаюсь, да? Сейчас не могу точно сказать. Я знаю, что главную роль играет молодой актёр, сейчас очень популярный, к сожалению, на вскидку не скажу его имя, который засветился у Тарантино в «Однажды в Голливуде» вроде большой роли, но вот он, и он будет во второй части «Дюны», и вот он играет Элвиса в этом фильме. Это сейчас такой очень, ну, как бы, актёр, которому предрекает большое будущее, так что можно посмотреть обязательно. Ну и, конечно же... Да, его зовут, да, точно что, Том Хэнкс, и его зовут Остин Баттлер. Остин Баттлер, да, да, да. Вот советую обратить внимание на этого актёра. И, соответственно, говоря о Тарантино, раз уж помянули, в 29 июля в прокат выходит фильм «Буллет Трейн», который, по-моему, в русском варианте звучит как «Быстрее пули». это фильм в стиле Тарантино, главной роли Брэд Питт. Это очень быстрый такой триллер, действие которого происходит в японском экспрессе, скажем так, поэтому будет своеобразный японский, соответственно, привкус у этого фильма, скажем так. Это тоже один из крупных фильмов этого лета. Там и Сандра Балак там играет. Сандра Булак тоже, да. И, соответственно, это один из самых крупных летних проектов, тоже, который мы выпускаем. Плюс тоже 29 июля выходит мультфильм большой, называется DC Super Pets. То есть это мультик о супергероях вселенной DC. Это конкурирующая с Марвелом, соответственно, вселенная. Очень забавный, очень интересный. И, соответственно, думаю, что более молодой зритель, которому нравятся супергерои, которые одновременно смотрят мультфильмы, думаю, порадуются такому семейному, семейному, скажем так, смотру. Ну да. Я смотрю, просто зашел на сайт. В принципе, можно посмотреть «Акмофильм.лв». И здесь как раз, как раз, да, тут анонсируются все предстоящие. Ведь сейчас, я так смотрю, что и фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем, вот буквально только вышел. Ну это идет, да, мы вот что стартовал. Да-да-да. Это тоже очень, ну особенно для фанов Николаса Кейджа, это must see, как говорится. Это кино нужно смотреть. Ну да, потому что Николас Кейдж, в принципе, наверное, один из редких тех случаев, когда человек может, ну так, поиронизировать над самим собой и абсолютно делать без всяких комплексов. И, ну, потому что всегда он попадал в мемы, как в последнее время, ну вот, принимающий участие в таких, может быть, и низкопробных там каких-то проектах, и который становится свадебным генералом на каких-нибудь казахских там ивентах. И поэтому вот он все это неожиданно обратил себе на пользу и, в принципе, обыграл, обсмеял, посмеялся над самим собой. И вот эта картина, которая, ну и как бы подмигивает, и для тех, кто в теме, она будет, ну, просто, конечно, абсолютным подарком. Но, может быть, для многих тех, кто, ну, просто любит, знает его там по фильмам «Скала», там, «Конейр» там и прочее-прочее, даже те же самые «Покидая Лас-Вегас драму», для них будет интересно увидеть его в таком, ну, это фильм, как будто бы фильм в фильме, то есть он играет самого себя, и вот это просто сама по себе такой вот постмодернистский прием, когда вот мы, смотришь кино, и ты уже не понимаешь, где выдумка, где все, что могло бы произойти абсолютно в реальности. Да-да-да, причем Кейдж тут просто хорош, да, он умеет и любит над собой посмеяться, главное, что делает это хорошо, но там еще играет и Педро Паскаль, который, я бы сказал, ничуть не хуже Николаса Кейджа. Ну, Педро Паскаль – это человек из «Наркос» сериала, в том числе он сейчас в «Мандалории» не снимается, ну, то есть тоже такой довольно популярный актер для тех, кто в теме, и они там очень здорово стебутся друг над другом, это интересное кино, именно для киноманов даже больше, конечно, чем для кого бы то ни было. Ну, я смотрю, что, в принципе, в прокате сейчас очень много вот фильмов, которые как раз-таки к вашей юрисдикции относятся, и «Тайны Дамблдора», вот третья часть фантастических тварей. Ну, это о том, что уже стартовало, да? Да-да-да, если «Морвис», ну, то, что сейчас можно посмотреть, ну, все фильмы, в принципе, на слуху, те же самые вот «Фантастические твари», они достаточно успешные, и сейчас в прокате идут американском, позапрошлой неделе они были первыми, сейчас он опустился на третье место на третьей неделе. В общем, такие хорошие картины, достаточно кассовые. «Морбиус», опять же, с Джаредом Лето. То есть большое кино, да, большое кино на большом экране сейчас, очень много интересного. Ну, и, в принципе, вот как вообще происходит, вот интересно, этот выбор картин, потому что, ну, я понимаю, что в сотрудничестве со студиями какие-то картины, я понимаю, ну, там не предлагаются, то есть, ну, вы обязаны взять, ну, вот в прокате какие-то, есть ли какие-то возможности, ну, например, вот что-то вы берете, что-то не берете, с учетом какого-то, ну, вот местного рынка, что местный зритель, вы говорите, что вот он скорее пойдет вот на этот фильм, а не на этот. Ну, да, это процесс, в этом заключается, в том числе и наша работа, помимо технического там обеспечения проката, в том числе, конечно, мы пытаемся понять, что нужно нашему зрителю, и очень много проектов на первой, например, стадии отсеивается, просто потому, что, ну, такой жанр у нас не идет, например, в кино вообще, то есть, весь наш опыт работы показывает, что такое кино, ну, для большого проката, оно не принесет никакого бизнеса, бизнеса, скажем так. Ну, например, фильмы о бейсболе, которые, ну... Ну, это о бейсболе, да, плюс американское очень кино, которое замешано, например, на политике американской, скажем, то есть, ну, потому что для нас это нерелевантно, такое вот кино какое-то, возможно, меньше, ну, религиозное кино, скажем так, у нас не особо в прокате идет, хотя вот в Америке они все время, особенно к Пасхе, там, например, выпускается очень много таких фильмов, плюс, может быть, меньше у нас идет фильмов для чернокожего комьюнити, например, или латинского, испаноязычного, да, ну, то есть, по понятным причинам, просто у нас нет этого комьюнити здесь, в стране, плюс, плюс какие-то, да, спортивные фильмы, как вот ты упомянул, там, какой-то специфический американский спорт, да, скажем, который у нас не очень распространен. Ну, это все узнается буквально там на стадии, то есть, еще на стадии, может быть, даже написания сценария в некоторых случаях, когда мы просто читаем сценарий еще до того, как фильм даже поступил в производстве и говорим, что, ну, нет, это не для нас. А вот эта разница, о которой мы тоже, кстати, сегодня говорили, о том, что, как ни странно, ну, вот есть такая парадоксальная ситуация, что лето считается в американском прокате как раз-таки самым успешным временем. У нас традиционно получается, что люди или, ну, действительно, находясь в отпуске, куда-то уезжают, или это время, ну, когда люди проводят у себя на дачах, хуторах время, и, может быть, реже, ну, вот ходят в кино, потому что это, ну, хочется поймать эту погоду, позагорать на пляже, отдохнуть и меньше... Ну, это с одной стороны, а с другой стороны у нас тоже культура блокбастера летнего существует абсолютно, потому что, окей, с одной стороны, да, ты уезжаешь в отпуск, ты уезжаешь к себе на хутор, с другой стороны, устав от лета, ты хочешь пойти в кинотеатр, там, посидеть под кондиционером, да, пипеть холодного напитка, пожалуйста, и там посмотреть, какое хорошее кино. То есть, ну, это же неспроста ввели этот термин летний блокбастер еще вот со времен челюстей, там, середины 70-х годов, потому что я бы не сказал, что, например, в Америке каким-то образом климат отличается в некоторых частях от нашего, да, такое же горячее, жаркое лето, где все хотят, ну, погреться на солнышке. Ну, не всегда. Но ты знаешь, вот я даже читал, ну, когда исследования проводились, действительно говорят, что эта традиция сложилась очень так, ну, складывалась тоже не в один день, не постепенно, и самое интересное, что именно в 70-е годы, когда стали снимать такие вот фильмы, как челюсть, ну, вот появился Спилберг, появился Лукас со «Звездными войнами», челюстями, и вот это вот как раз культура таких больших громких картин, которые как раз снимались к летнему сезону, они сформировали вот этот устойчивый, не знаю, рефлекс Павлова, что ли, можно его так назвать, что вот лето, это надо обязательно что-то сходить с ведром попкорна на какой-то такой громкий, большой фильм. Ну, то есть просто я хочу сказать, что еще 10-15 лет назад у нас совсем вот как-то было плохо, я хорошо помню, что, ну, вот, жаловались в прокате то, что не совпадают графики, получается, что самые кассовые фильмы к нам приходят в наш прокат именно в тот момент, когда, ну, зритель не такой активный, то есть вот, а зимой наоборот, то есть зимой... Ну, я думаю, что поменялось все-таки, конечно, для каких-то менее бюджетных фильмов, то, ну, лето, это, конечно, это плохое время для релиза каких-то фестивальных более таких фильмов, которым и так-то не сладко в нашем прокате приходится, но летом тем более, да. Но касательно... Ну, это все очень поменялось. Когда-то у нас комиксные фильмы не смотрели. Я помню, когда я только начинал работать в начале 2000-х годов, то есть комиксное кино, что это такое, да, для нас это что-то чуждое. Ну, Марвел все поменял, например, там. Хотя у нас, хотя у нас, вот, ну, как-то комиксы, ну, в культуре не было, да, в культуре не было, и вы их не издавали. В культуре не было, но оно вошло сейчас. Любого человека, у меня ребенку 8 лет, он, ну, знает все об этом, о том, что я 8 лет, конечно, там и не веду. То есть, и смотрит то, что ему можно, он смотрит Марвел там с удовольствием, да, как бы, и, ну, и это все вошло в культуру, как бы, так сказать, прочно уже. И, соответственно, ну, я не знаю, кому-то это может там показаться неправильным, но это факт, и я с этим ничего не поделаешь. А фестивальное кино, вот, вы берете или нет? Я имею в виду, что, может быть, и нет в этом смысла, то есть, это какое-то точечное, например, мы знаем, что есть несколько таких фестивалей в Риге, когда, ну, именно вот такие лауреаты Каннского, там, Берлинского фестиваля, они просто сбиваются в программу, и те, кто хочет, идут, и это один-два сеанса, которые просто, ну, покрывают потребность в этом зрителе, и таким образом вопрос закрыт. Да, да, но это проблема, да, особенно нашего кинопроката, но на самом деле это и мировая проблема, то есть, фильмы, которые, есть либо блокбастеры, ну, как бы вообще три категории фильмов, это блокбастеры, большие фильмы, с большими бюджетами, это вот тот же самый Marvel, там, который будет, там, еще что-то, это, и есть, как бы, вообще малобюджетное кино, это, ну, вот эти фестивальные фильмы, и есть среднебюджетное кино, то есть, это, ну, грубо говоря, фильмы, которые, они не арт-фильмы, это не фестивальное кино, но в то же время это небольшие блокбастеры, ну, не сам, небольшие блокбастеры, там, калибра Marvel, да, и, соответственно, вот, хуже всего приходится вот этим фильмам, которые посередине, то есть, это проблема общемировая, я помню, даже по сети гулял сюжет, где Стеллан Скарсгард, это один из таких актеров, ветеранов голливудских, шведского происхождения, он на эту тему очень хорошо высказался, что когда-то в кинотеатре были вот эти фильмы среднебюджетные, которые собирали кассу свою в течение какого-то большого времени, то есть, они поступали в прокат, они открывались, ну, так, ни шатка, ни валка, но благодаря, так сказать, страфанному радио, люди постепенно, он доходил, вот этот такой репертуар среднебюджетного кино, он постепенно доходил до зрителя, и зритель шел на него, эти фильмы могли крутиться в прокате там, месяцами, и никто их не снимал, потому что они приносили небольшую, но постоянную кассу, и в итоге они вот окупались, и в итоге они становились какими-то, ну, такими же классикой, скажем так, потому что если бы, как по нынешним стандартам, если, к сожалению, мы в такой ситуации, если фильм не собирает кассу в первые дни, там, первые несколько недель, там, его сразу же практически из репертуара выкидывают, к сожалению, конкуренция, ну, абсолютно сумасшедшая, и это общемировая проблема, потому что вот такие фильмы, они, к сожалению, часто не успевают дойти до зрителя, хотя, ну, это же не говорит об их каком-то низком качестве, да, просто это, к сожалению, условия рынка созданные, вот, что касается там, вот этой категории фестивального кино, то здесь как раз все получше, то есть, да, как ты сказал, что эти фильмы привозятся на наши фестивали, ну, сейчас у нас только один такой, не, ну, 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 один из самых значимых, это Балтийская жемчужина, ну, есть еще и EFF, EFF, есть тоже, да, ну, два, значит, получается, да, и, то есть, и как раз вот эти фильмы, они изначально не, ну, планируются с большой прибыль, естественно, они привозятся для аудитории, причем у этих фестивалей есть постоянная аудитория, которая ходит на эти фильмы, именно на эти фильмы, например, другие не ходят, например, и сейчас вот, например, EFF делает отдельные показы какого-то некоммерческого кино в мультиплексах, не обязательно, ну, там, Splendid Palace, где идет Балтийская жемчужина, и у которой своя собственная аудитория, да, то есть, они привозят какие-то фильмы в, ну, такие обычные попкорновые мультиплексы, и, ну, опять же, они не скажут, что они там очень кассовые, но такие фильмы есть, просто нужно следить за репертуаром, ну, редко, когда бывает, что такие фильмы приносят там какую-то большую кассу, наверное, последний вот, это был доковидный период, это вот фильм, который выиграл Оскар японский, «Сядь за руль моей машины», да? Не-не-не, «Паразит», «Паразит», это доковидный, да, то есть, сейчас это «Сядь за руль моей машины», ну, это несколько сеансов, это, ну, это немножко другое кино, все-таки «Паразит», он такой очень своеобразный фильм, но он такой довольно коммерческий, ну, да, в нем есть хотя бы интрига, там какая-то полудетективная, там какие-то убийства, да, там есть комедия, там очень много чего, вот, ну, то есть, я бы сказал, что, конечно, такие фильмы выходят в прокат, но это скорее даже не наша инициатива как прокатчика, а инициатива больше фестивалей или кинотеатров самих, скажем так. А если говорить о европейском кино, которое вот не фестивальное, а те же самые фильмы Франции, Германии, которые, ну, тоже коммерческие фильмы, там же тоже снимают такое массовое кино, они вот попадают каким-то образом к нам на экраны? Ну, очень редко, на самом деле. Как-то у нас так принято, не принято, что как-то вот фильмы, если они, скажем так, не на трех основных языках, там, да, английском, русском, латышском, ну, это местное кино, соответственно, то люди как-то, ну, так аудитория не очень как-то идет на такое кино, скажем так. То есть, фильмы на французском, на немецком, я не знаю, это, возможно, это просто потому, что эти фильмы редко появляются в кинопрокате, естественно, они отличаются, так сказать, по своим художественным каким-то приемам от голливудского контента, там, или от того же российского, когда он у нас был, и, соответственно, от местного латвийского кино, и как-то, наверное, аудитория не очень приучена к таким фильмам, не знаю, мы очень мало такого привозим, это есть только единственный шанс, если этот фильм выиграл Оскара, ну, или где-то по каким-то фестивалям попрокатывался и получил какой-то бас какой-то в прессе, там, да, где-то, тогда, конечно, такой фильм, есть вероятность его привоза и проката, но в целом очень ограничено в количестве европейской. Ну, просто я вспоминаю все-таки фильмы с Софи Марсо всегда пользовались традиционно, казалось бы, ну, успехом с Жаном Рено, выходили какие-то, там, Багровые реки, те же самые, вот я помню, что в какой-то момент они шли. Да, но очень мало, очень мало сейчас этого, даже и Франция, например, да, французское кино всегда как бы котировалось, но в последнее время, ну, вот, если ты посмотришь на прокат, практически ничего из этого, то, что шло в кинотеатрах, оно, ну, никакие результаты не показало, абсолютно. Жанко, да, потому что я помню, даже вот если брать кино Германии, хотя, которое вообще мы, как казалось бы, не знаем, но тем не менее, вот, достучаться до небес был же такой безумный хит стилем Швайгером. Ну, ты знаешь, это как говорят, что там, в той же музыке, например, там, да, один раз в 30 лет какая-нибудь группа из Норвегии аха там выстреливает и топ, а я на английском языке, да, ну, соответственно, то же самое можно и про кино сказать. Коммерческое кино, там, Европы, Франции, Германии, больших государств, да, у нас практически не представлено, потому что, ну, как ты не старайся, и вроде бы, вроде бы что-то там есть, когда мы изучаем эти проекты на стадии отбора, все равно англоязычное кино, оно доминирующее практически, даже если это европейское кино, оно все равно англоязычное, ну, в основном, не обязательно, что оно идет из Англии, да, или каких-то, ну, там, из Британии, да, или из Ирландии, англоязычные европейские страны, да, но даже скандинавское кино, еще что-то, если это не на английском, то, ну, сложно его продать. Ну, там я просто знаю, что, по-моему, просто датируется, ну, в Splendid Palace там просто датируется, вот, показ этого кино, и таким образом удается, ну, что-то иногда привозить, показывать. Нет, конечно, да, есть фонды, которые поддерживают кино, которое делает его, скажем так, менее затратным для проказа, прокатчиков, ну, естественно, и поэтому, ну, это поддержка европейского кино, это нормально, но если мы говорим о блокбастерах, то это, конечно, отдельно, но... Ну что же, спасибо огромное, на мне просто показываешь, действительно, мы уже заболтались, представитель Акмофилм Латвии, Александр Дубаневич, сегодня был в программе Cinema, спасибо большое, удачи, хорошего дня, всего доброго. Спасибо, смотрите кино. На одной волне с городом.